Президент Грузии Соломе Зурабишвили находится здесь рядом со мной на Мюнхенской конференции по безопасности. Пока мы ведем эту запись, здесь также будет проходить дискуссия о расширении ЕС и перспективах вступления в ЕС такой стратегически важной страны, как Грузия, граничащей с Россией. Что вас беспокоит в первую очередь? Что вы берете здесь? Что случилось с нами трижды за последние два столетия, когда поддержка недостаточная, когда реакция недостаточная. Тогда Россия, если ее не остановить, продолжает. Действительно, Грузия предупреждала устами тогдашнего президента Саакашвили, когда в 2008 году Россия вторглась на грузинскую территорию, что этот урок должен быть усвоен для всей Европы. Этот урок Украина также усвоила в 2014 году, когда Крым был оккупирован Россией. Какие ответы вы получаете здесь сегодня о дальнейших действиях? И как вы оцениваете реакцию Европы на эту российскую агрессию? Я думаю, Европа приняла правильное решение всего несколько дней назад, выделив 50 миллиардов долларов на поддержку Украины. И я думаю, что то, что это было достигнуто, является большим достижением для всей Европы, чтобы показать, что она настроена решительно. То же самое ожидается и от Американского Конгресса. И я уверена, что это рано или поздно произойдет, хотя время здесь играет решающую роль, и чем быстрее это произойдет, тем лучше. И я думаю, что именно это хотел сказать президент Зеленский. Это стратегически важно, потому что для нас, например, Черное море является ключевым. Это наша связь, наша жизненно важная связь с Европой. Но это также вопрос для Европы. Безопасность Черного моря – это безопасность Европы. И это то, что поставлено на карту с Крымом, с Украиной, с Грузией, с планами России построить военную базу на Черном море. Все это повлияет на будущие планы, структурные инвестиции Европы. Продвигаться дальше, расширяться, а также быть связанным, например, с остальной частью Центральной Азии. Это очень важный источник ресурсов. Так много вещей поставлено на карту. Какой ощутимый эффект вы испытываете от неопределенности, которую создает пакет помощи, застрявший в Конгрессе? По крайней мере, он будет значительно отложен. Мы видели, как правительство США фактически обвинило свой собственный Конгресс в том, что он несет ответственность за то, что Украине пришлось отступить из Авдеевки. Из-за нехватки боеприпасов, а также из-за неопределенности со стороны Дональда Трампа. Он – кандидат в президенты, который ставит под сомнение обязательства США перед НАТО. Изменит ли это то, как вы взаимодействуете с Россией, а Россия с вами? Я не думаю, что что-то может измениться во взаимоотношениях между Грузией и Россией. Единственное, что может изменить ситуацию – это уход России со всех оккупированных ею территорий, будь то Украина или Грузия. Это будущее европейской безопасности, а не страна, которая находится рядом с Европой и оккупирует независимые страны и территории. Какие ваши главные ожидания от европейцев в данный момент? Расширение, расширение и еще раз расширение. Хорошо, но вопрос о расширении не вызывает споров в вашей стране. На самом деле вы приехали в Мюнхен без разрешения. Вас критиковал спикер вашего же парламента за то, что вы совершили эту поездку. Какие политические битвы, связанные с вопросом расширения, вы ведете у себя дома? Ну, как и в любой стране, здесь ведутся внутренние политические баталии. Но что очень важно знать за пределами Грузии, так это то, что это полностью согласовано с грузинским народом. И так было на протяжении последних 30 лет. С момента обретения независимости грузинский народ поддерживает грузинский путь. Грузинский путь в Европу. И это никогда не менялось. Не тогда, когда Грузия была оккупирована, захвачена. И это не изменится в будущем. Потому что это единственная перспектива, которая действительно существует для этой страны, которая находится там, где она находится. От географии никуда не деться. Но даже страны, расположенные дальше, здесь, в Германии, в Европе, обнаружили доказательства вмешательства России в жизнь их общества, в коммуникацию, в социальные сети. Как это проявляется в Грузии? Ну, мы ближе, и мы гораздо лучше известны российским службам. Наш народ, наш характер. Так что в каком-то смысле им легче вмешиваться в дела Грузии, потому что это известная для них площадка. В то же время грузинский народ хорошо знаком с советской пропагандой, которая мало чем отличается от сегодняшней российской. Так что, возможно, их устойчивость немного выше. Но мы будем подвержены риску. И в этом году мы будем более подвержены риску, потому что в октябре пройдут парламентские выборы. Поэтому я уверена, что мы можем ожидать много вмешательства. Гибридная война ведется против Грузии. У вас также была возможность поговорить с президентом Украины Зеленским здесь, в Мюнхене. Какие заметки вам приходилось сверять? Ну, нам не с чем сравнивать. Все уже сверено. Я здесь только для того, чтобы выразить свою поддержку и солидарность грузинского народа. В этом может убедиться каждый, кто приедет в Грузию и увидит множество украинских флагов по всему Тбилиси. Поэтому я хочу выразить свою солидарность. Больше я ничего не могу сделать. Но я думаю, что в этот раз это важно, потому что мы являемся частью Трио, ассоциированного Трио стран-кандидатов. И что самое важное, мы вместе с Молдовой – три страны, которым нужна безопасность на Черном море. Министр обороны Германии хочет, чтобы Германия была боеготова в течение пяти-восьми лет, потому что существует вероятность российской агрессии. Он хочет видеть Германию способность защитить себя. Я хотела бы узнать ваши временные рамки, что, по вашему мнению, произойдет в ближайшие пять-восемь лет, какой лучший и худший сценарий вы ожидаете? Лучший исход – это то, что России придется отступить на свою территорию, узнать, что у нее есть границы, как и у любого другого государства в мире, и уважать своих соседей. Это означает, что она освобождает оккупированные территории, и мы становимся членами Европейского Союза. Это лучший и единственный исход, о котором я могу думать. Президент Грузии Солома Зуробишвили. Большое спасибо за беседу с ДВ. Спасибо.